С первых минут началась острая борьба на встречных курсах. Соперники стали искать счастье у чужих ворот. Кажется, никто даже не помышлял об игре вторым номером. Турнирная таблица нас уже не волновала, да и Тверь. Но я думаю, что обе команды стремились сыграть на победу. И мы настраивали ребят только на победу. Я думаю, и хозяева, конечно, тоже дома должны были играть на победу. Счет открыли гости. На 29-й минуте за эту толкотню штрафной Волги судья назначил пенальти. Александр Алексеев пробил с точки мощно и точно. Шансов у Петра Устинова не было. Однако минимальное преимущество продержалось недолго. Еще до перерыва хозяева смогли восстановить статус КВО. Массированную атаку точным ударом завершил Дмитрий Столяров. В начале второго тайма Волга неожиданно оказалась в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален защитник хозяев Ахмат Агрба. Один из ключевых игроков в тактических построениях Тверской команды. Тяжело было играть десятером. Конечно, мы не планировали так. Тем более, это основной защитник удалили в начале второго тайма. При численном преимуществе Псков практически запер хозяев на их половине поля. Но излечь дивидендов гости так и не смогли. Гораздо ближе к победе оказалась Волга. За несколько минут до кончания основного времени Дмитрий Столяров вышел один на один. Но ему не удалось укротить мяч и обыграть галкипера. Заключительный матч сезона так и завершился с ничейным счетом. Волга осталась на одиннадцатой строчке в турнире таблицы зоны Запад среди 16 команд. По сравнению с прошлым сезоном тверские футболисты поднялись на пять позиций. Получилось, наверное, что? Получилось чуть-чуть до людей достучаться, что дома играя нельзя быть равнодушным. И надо вдвойне прикладывать силы, чтобы выиграть. То есть это не выезд. Поэтому команды все садятся, обороняются, все обученные, в принципе. Это получилось, наверное, что достучался. А что не получилось? Ну, наверное, как защитник я скажу, что столько мячей нельзя пропускать. Продолжение следует...